Окей, все, мы начали. Окей, добрый день, доброе время суток всем, кто нас смотрит в Нью-Йорке, соответственно, добрый день. В Иерусалиме, в Москве и в другом часовом поясе, соответственно, добрый вечер. У нас с вами вторая встреча из серии разговоров об истории Иерусалима с доктором исторических наук Григорием Меламедовым. Как я уже сказал, в общем-то, эта идея, она появилась достаточно спонтанно у нас и связана была с тем, что в одной из своих предыдущих лекций я упомянул такую замечательную книгу «Дипломатическая битва за Иерусалим». И Григорий является автором этой книги, и вот парадоксальным образом в ситуации изоляции происходят разные замечательные вещи, и Григорий мне написал. И у нас родилась идея вот этих встреч. На первой встрече мы, в общем-то, остановились на великом восстании. Мы поговорили о личности Тита, было несколько интересных у нас тем, связанных с взаимоотношениями с исламским миром. Я думаю, сегодня мы с вами поговорим о противостоянии римско-византийского периода. Я даже, может быть, рискну предположить, что это можно назвать своего рода столкновение цивилизацией. Мы, наверное, поговорим о тех самых конфликтах, которые обрисовались сначала великим восстанием, то, что принято называть первой иудейской войной, великое восстание, которое привело к разрушению храма, о котором мы, в принципе, уже немного говорили на прошлой лекции, но, наверное, коснемся этого тоже. Поговорим о восстании в Диаспоре при Трояне 115-117 года, поговорим о восстании Барковбы и поговорим, наверное, о событиях немножко более позднего периода, которые принято у нас называть византийским, когда уже римская империя принимает христианство при императоре Константине. Григорий, у меня будет вот к вам такой вопрос. Честно говоря, вот я не могу сказать, что я, конечно, не историк, я не профессионал, но читая об этом периоде, в общем, у меня возникает, лично у меня возникает такой вопрос. По большому счету, есть известное выражение пакс романа, римский мир. И пакс романа – это гордость римской империи, это период, когда в римской империи мир и процветание, империя расширяется, империя расширяет свои границы. Парадоксальным образом, как отмечает, например, в этой очень известной книге Пол Джонсон, кстати, очень интересная личность, христианский сионист, возможно, нам стоит поговорить отдельно о христианском сионизме, тем более, что эта тема имеет отношение к истории Иерусалима, и она часто игнорируется израильскими историками, на нее не обращают достаточно внимания, тема эта очень интересная, она связана, в том числе, конечно, с Декларацией Пальфоров. Так вот, Джонсон в своей книге как раз обращает внимание на этот парадокс. В общем-то, время, когда в римской империи процветания происходит расширение границ. И именно на этот период выпадают все три, ну, может быть, Великое восстание, о нем мы говорили отдельно, там, возможно, были свои причины, но у нас после Великого восстания, восстание в диаспоре, восстание Бархозбы, правильно его называть Бархозба, как говорит там Талмуд, это было его настоящее имя, Бархозба. Оба, это уже его псевдоним. Вопрос, почему евреи так часто восставали в этот период? Если мы учитываем римскую толерантность к другим религиям, и Пакс Романа, в общем-то, это довольно странно. Но если говорить о периоде уже после разрушения второго храма, то причина понятна, потому что для евреев это был просто огромный шок. И для евреев, которые жили в земле Израиля, и для евреев, которые жили в диаспоре, это было намного больше, чем просто потеря независимости, чем просто разрушение столицы. Не говоря уже о том, что последовали очень жесткие экономические меры. Я здесь специально составил эту табличку, я ее буду потом двигать немножко вниз по мере того, как буду рассказывать. Это просто для того, чтобы всем было проще ориентироваться. Ну вот, смотрите, император Веспасиан вводит так называемый иудейский налог. Что это за налог? Он очень оскорбительный на самом деле, мало того, что он тяжелый. Евреи, причем все евреи, включая женщины и детей, как бы, это подушный налог, должны платить два динария на храм Юпитера в Риме. А что такое два динария? Это ровно полшекеля. Ровно те самые полшекеля, которые до этого жертвовались на храм. Вы представляете, какое оскорбление? И насколько это было тяжело. Поэтому неудивительно, что евреи во всех частях Римской империи крайне недовольны. Но есть еще и другая причина. Восстание, в общем-то, происходит не только среди евреев. Просто империя стала слишком большой. Империя стала слишком большой и стала терять централизацию. Стали очень часто возникать ситуации, когда на окраинах империи то один, то другой полководец популярный провозглашает, точнее солдаты его, провозглашают этого полководца претендентом на престол или какая-то попытка сепаратизма, и возникают постоянно войны. Вот мы это сегодня увидим. Я тогда продолжу немножко, да, чистых разумований? Да, конечно, конечно. Надо нам рассмотреть вопрос, а все-таки какое же правление оставалось в самой Ягуде? Оставалось ли там хоть какая-то еврейская власть? Получается, что да, оставалось, хотя о ней упоминаются очень редко. До 93-го года продолжал править прежний царь Агриппа II из рода Кордуса. Потом он умирает, и начинается период Наси. Это члены Санхедрина из рода Гилеля. Кстати, до этого, когда я слышал выражение «Бейт-Гилель», то я думал, что речь идет просто о Гилеле, вот том Гилеле, которого мы все знаем, и его учениках. А оказывается, это династия, что-то подобное вот теперешним любавческим рэбби, да? Ну, фасидизм — это немножко отдельная история, но мы говорим о школе. Мы говорим именно о школе, которая, как бы, да, действительно, тут есть какой-то династический момент, связанный с тем, что продолжатели Гилеля будут занимать позицию Наси, а это у нас, в общем-то, основной, как бы, ну, если хотите, основа религиозной такой власти. В период, когда у нас нет власти центральной, у нас нету как бы правления, не в наших фахт находится, а в руках римлян, то да, конечно. Рабан Гамлеэль и те, кто были за ним, безусловно. То есть это школа, да, это школа Гилеля, и это, в общем, они занимают достаточно такое большое влияние. Это отличается, конечно, от истории с рэббов, хасидов, но, в общем, с точки зрения того, что здесь есть династия, то, наверное, да, наверное, можно провести параллель определенную. И мы дальше увидим интересные вещи. Мы увидим, что, во-первых, роль Наси немножко менялась. Некоторые были исключительно религиозными лидерами, а некоторые, в том числе, и политическими, насколько это было возможно в той ситуации. Мы позднее увидим, как император Юлиан обращается к Гилелю Второму, называя его патриархом, называя его брат мой Юлий. То есть он слово имя Гилель переделал в Юлий. Но, тем не менее, находятся они не в Иерусалиме, а находятся сначала в Явне, а потом переезжают в Галилею. Возвращаемся к римским императорам. Тит правит совсем недолго, и практически во время его правления ничего особенного не происходит. А вот его брат Домициан, это действительно и Иосиф Флавий, и Фельфтвандер, показывают его как настоящего антисемита, убежденного и очень жестокого человека. Он ужесточает этот иудейский налог. Ужесточает его еще и в каком плане? Что даже если человек заявлял в тот период, что он больше не является евреем, что он, например, принял христианство, то при Веспасиане и Притите это был аргумент. Такой человек особо ждался от налога. Для Домициана никакой разницы не было. И поэтому вспыхнули новые волнения в Палестине. Дальше, на короткий период правления императора Нерва, христиане освобождаются от этого налога. Троян его восстанавливает. И здесь наступает очень интересный период, о котором вообще мало известно. Период, который некоторые называют Второй Иудейской войной. Обычно считается, что Вторая Иудейская война – это восстание Барковбы. Но некоторые историки полагают, что Барковбы можно считать Третьей войной. А вот было еще восстание Диаспор. Насколько я знаю, кстати, есть Медраж по этому поводу, кажется, который говорит, что у Трояна родился сын. Вся империя должна была праздновать. Но родился он в день 9 ава. Евреи праздновать не могли. Через какое-то время младенец умирает. Умирает он во время Хануки. Вся империя в трауре. Евреи зажигают свечи. И якобы это стало причиной конфликта. Я вот так вот думаю, все-таки Медраж – вещь мудрая. Даже если они так упрощают, то, наверное, в этом есть какой-то смысл, как вы думаете? Ну, вообще говоря, трактовка историй еврейской традиции – вещь достаточно интересная. Например, если мы смотрим о событиях, которые имели намного большее отношение к мудрецам, которые жили в земле Израиля, например, Великое восстание или даже история восстания Барковбы, парадоксальным образом мы обнаруживаем очень мало исторических сведений. Мы немножко этого уже касались, что еврейское отношение к истории – это скорее попытка осознания смысла истории в контексте диалога с Творцом. То, что мы, наверное, назовем историософией. И парадоксальным образом мудрецы часто нам вместо каких-то реальных исторических событий преподносят какие-то метафоры. И в качестве подобного рода метафоры вполне возможно стоит воспринимать, конечно, любой Медраж. Любой Медраж почти всегда – это метафора из серии «Сказка, ложь, да в ней намек». То есть попытка осознать и осмыслить то, что лежит за внешний конвой событий, потому что внешняя конва событий нам очень часто в этом мешает. И яркий пример, который я могу вам привести, пример из Талмуда, трактат Гитин, где говорится о том, почему был разрушен Иерусалимский храм, и приводится совершенно фантастическая история о неком камце и бар камце, и история о том, как вроде как, которая довольно широко известна, ее изучают 9 авгу, история как вроде о том, как по большому счету просто из-за ошибки приглашен был на пир вместо лучшего друга враг и публично был осмеян и выгнан с этого пира. И вот мудрецы, которые сидели на этом пиру, и никак не заступились за честь вот этого обруганного барканцы, по сути, тоже обвиняются в том, что происходит. Дальше он как бы подталкивает императора к тому, чтобы он проверил евреев, насколько они собираются против него восстать. Ну, я сейчас эту историю здесь не привожу целиком, она достаточно широко известна. Это просто пример того, что очень часто потом будет непонято нашими мускелин, нашими просвещенными евреями XIX века, которые будут смехаться над такими историями и скажут, что за ерунда. Мы с вами читаем о великом восстании, мы с вами читаем о том, что происходило в эти дни, а мудрецы нас подчают какими-то сказками. Но в этих сказках есть очень большая глубина, в этих сказках, видимо, есть сознательное желание отойти от реальной конвы исторических событий, чтобы осмыслить то, что происходит в плане нашего диалога с Творцом. Вот то, что мы можем назвать смыслом истории, история софта. Наверное, так. И, по-видимому, это очень близко к истине. Я хочу сразу предупредить, что вот сейчас мы вступаем в такую область истории, когда придется все время делать оговорки, все время делать оговорки, что вот по мнению одних историков, по мнению других историков, а есть еще и вот такая версия. Дело в том, что просто о многих вещах спорят до сих пор. Что было? Чего не было. А если было, то по этим причинам или по другим причинам. Иногда бывают расхождения во времени. Что это произошло в такой-то период или, может быть, на лет 20 позже. Вот. Но что происходит во время правления Трояна? Троян задумывает поход против Персидской империи. Он движется вот примерно по тем местам, где в последние вот несколько лет была война с ИГИЛ, с исламским государством. То есть это север Сирии, север Ирака и южная часть Турции. И в это время, в 115 году Новой Эры, неожиданно, без какой-то видимой причины, никто до сих пор ее назвать не может, вспыхивает сильнейшее восстание еврейских диаспор по огромному периметру. Египет, современная территория Ливии, Кипр, Месопотамия, ну и частично немножечко в самой Иуде, хотя, конечно, там уже некому было особенно восставать в это время. Напоминаю, что это происходит спустя 40 лет после разрушения Второго Храма. Естественно, это восстание подавляется очень жестоко, но, во-первых, какой мы можем сделать вывод? Мы можем сделать вывод, один вывод не относящийся к Иерусалиму пока. Просто мы привыкли считать, что еврейская диаспора – это вот то, что мы знаем по европейским городам, что это что-то слабое такое, беззащитное. В то время это, оказывается, были диаспоры, способные на восстание, способные на такое восстание, которое, вообще говоря, может сорвать войну Рима против Персии. А второй момент, что так или иначе, все крутится вокруг Иерусалима. Настоящие духовные причины восстания. Конечно, это то, что выросло новое поколение, которое мечтает либо отомстить за разрушение Иерусалима, либо, может быть, чего-то добиться, как-то добиться восстановления. Дальше мы видим, что у восставших сила есть, а вот какой-то глубокой духовности, какой-то глубокой духовной цели, при всем уважении к ним, но мы в этом восстании не видим. И, наверное, это тоже следствие того, что исчез духовный центр в Иерусалим. У меня, я прошу прощения, что вас перебиваю здесь, у меня, кстати, возникло впечатление, я честно вам признаюсь, я, хотя в общем свое время проходил, конечно, курс истории Израиля, честно говоря, этот эпизод еврейской истории мне знаком меньше, о нем как-то меньше говорят, действительно. И, ну вот, в подготовке к этой нашей лекции, я немного почитал о восстании в диаспоре. Впечатление, которое у меня складывается, что, в общем, если мы сравним это и с Великим восстанием, и с восстанием, которое было после этого восстания Баркова, оба которые ходили до Иудеи, восстание в диаспоре было в каком-то смысле несколько лишено действительно какого-то духовного содержания и центра. И, в общем, еврейские мудрецы, в нем особого участия, так у меня сложилось, такие впечатления у меня сложились, не принимали, еще и потому, что оно не сильно у нас упоминается в наших источниках. Что вы об этом скажете? Да, вот у меня такое же ощущение. Причем есть ощущение, что это было восстание не только против римлян, а против всей греко-римской системы, греко-римской идеологии. Но оно вылилось в очень жестокие межэтнические столкновения, где с обеих сторон погибло очень много людей, погибло очень жестоко, вплоть до того, что еврейское население на острове Кипр было уничтожено полностью, и евреям было запрещено вообще даже туда высаживаться. Но мы знаем, что евреи тоже уничтожили достаточно немалое количество греков. В том числе и на том же Кипре, и в Киренайке, и в других местах диаспор. Вот вы сейчас упомянули очень интересную тему. По сути, мы можем с вами говорить о том, что конфликт здесь во многом выражается в каком-то своего рода культурном конфликте, своего рода, может быть, даже война культур, противостояние цивилизаций. Причем Рим здесь играет некую даже такую последническую роль. Это скорее конфликт греческого мира и мира еврейского. При этом, вот Джонсон пишет, например, о своей истории евреев, что действительно на тот момент, ну, мы знаем это из других источников, на тот момент еврейская диаспора не только в Александре, но вообще в Киренайке, в других местах, в общем, была достаточно многочисленной, если они могли себе такое восстание позволить. И у нас возникает ситуация такого вот конфликта к культу. И вот вы немножко уже ответили на вопрос, который я хотел вам задать. Как падение храма вообще сказалось на настроении евреев? В Иудее и в диаспоре. И тогда у меня будет другой вопрос. Вот здесь мы видим, в общем, применение силы агрессии. Вплоть до того, что, наверное, сегодня мы можем назвать ну, актами террора против властей и пособников из мирного населения, скажем так, да? Почему я так это формулирую? Потому что понятно, в контексте истории британского мандата, уже более современной истории Иерусалима, эта тема снова у нас будет всплывать. И вот здесь такой интересный вопрос. Мы знаем, что Флавий, тот же Флавий, крайне негативно относился к Сикарии. И он, в общем, эту группу во многом обвиняет в разрушении храма, в том, что происходит в Массаде. Интересно, при этом мы видим, что очевидно, что большое количество евреев, мейнстрим, скажем так, евреев, это все-таки поддерживает. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что это связано с отсутствием централизованной политической власти в Иудее, прежде всего. И все-таки в такие моменты, когда идет война, то влияние религиозных лидеров, может быть, становится чуть-чуть меньше. Или это должны быть лидеры очень высокого уровня. Я не знаю, как пророк Шмуэль, может быть. Потому что иначе начинается разброд, иначе появляются радикалы умеренные, начинается борьба между группировками среди радикалов. И в том числе, ведь во время осады Иерусалима многие погибли не только от голода, не только от рук римлян, но и от каких-то междоусобных столкновений. Это правда. И это, кстати, отчасти подталкивало иерусалимскую аристократию, которая не хотела подчиняться вот этим радикалам, тем более людям явно низкого происхождения часто. Это подталкивало, к сожалению, аристократию к тому, чтобы следовать примеру Иосифа Плавия. Ну вот тут на самом деле интересно. Вы упомянули действительно о Великом Восстании, о том расколе, который произошел тогда в народе между умеренными и между радикалами. Сам Флавий, по его собственному описанию, принадлежал к фарисеям. Мы знаем, что на тот момент у нас как бы в еврейском народе, собственно, опять же, в основном мы знаем это из описания Флавия, три группы фарисеев. Их условно можно назвать даже, может быть, не столько аристократами, сколько во многом, хотя сам действительно Флавий, скорее всего, был из аристократических корней, он из семи священников. Но там было очень большое количество, пользуясь таким языком Достоевского, большое количество разночинцев. Там было большое количество людей, которые, в общем, как раз сами-то и вышли из народа, но при этом фарисеи занимают, вроде как, в период Великого Восстания такую достаточно изначально умеренную позицию, они поддерживают Восстание осторожно. А уже на момент конца Восстания есть знаменитая история Йоханана бен Закая, которая выходит из города и которая сдается будущему римскому императору, поразглашая его уже императором на тот момент. И вот эта история, когда он просит явно, история о том, как переносится центр еврейской жизни из Иерусалима, который еще не разрушен, но который в глазах мудрецов уже обречен, и переносится он в явно. Это определенный пример, если хотите, наверное, определенной дальновидности еврейского лидера. Интересно, что этим примером воспользуется один из лидеров сионизма, Ашер Гинзбург, Ахадаам. Он именно, говоря об этой истории, скажет, что это пример подлинного еврейского лидера. Вот нам нужны такие люди духа. Пользуясь языком Ахадаама, люди духа, это именно те, которые управляют кодом истории. Что вы думаете вообще о таком взгляде на событие, и как вообще это отразилось на том, что дальше у нас происходит? Ведь события в дальнейшем достаточно трагические подавление восстания в диаспоре, подавление восстания в Маркопе. Я думаю, что это очень сложный вопрос, ведь есть известие, и даже здесь некоторые наши равы говорили в своих лекциях, что Иоханан бен Закай до самой смерти сомневался, правильно ли он поступил, что, может быть, он упустил шанс попросить у Испасиана большего, попросить, чтобы Испасиан не трогал Иерусалим. И, по-видимому, это было нечто более глубокое, чем просто сожаление о том, что вот, может быть, я бы попросил, мог бы еще чего-то выторговать. А просто он понимал, что когда центром становится не Иерусалим, а какое-то другое место, то это уже совсем не то. И вот те... Ну, мы знаем с вами, что история не имеет сослагательного наклонения. Честно говоря, я позволю себе усомниться. Я не знаю, откуда достопочтенные рабы взяли информацию о сомнениях. Вообще, я думаю, что у нас мало есть информации о том, что происходит во внутреннем мире каждого из нас. Но я могу понять, почему. Почему есть такое желание вот так интерпретировать события, потому что понятно, что, ну, с национально-религиозных позиций, например, потеря Иерусалима, потеря храма, это, конечно, очень существенный удар по еврейской независимости, по еврейской духовности. В этом нет ни малейших сомнений. Но вполне возможно, то, о чем здесь говорит Ашер Гинсбург, то, о чем говорит Ахадам, это именно умелое понимание подлинными еврейскими лидерами того, что движение истории невозможно повернуть спять. Нужно понимать, куда она идет, и при этом смотреть вперед, рассчитывать вперед, как это делает мудрый лидер, как у нас сказано, кто мудрец, кто видит зарождающихся. Возможно, вот это как раз пример этой истории. Но вы правы, тут, возможно, разные трактовки, совершенно точно. И что происходит в последующих восстаниях? Нет, ну, вообще-то, заканчивая эту тему, я, конечно, согласен, что Галут был неизбежен, и нужно было думать о том, как жить в Галуте, как сохранить единство народа, как сохранить веру, как сохранить закон, вообще, как существовать в таких невероятных условиях. Но, что интересно, все-таки Иерусалим еще долго продолжает вот в этой всей сложной борьбе с участием римлян и евреев продолжает еще долго играть существенную роль. Смотрите, вот мы возвращаемся к восстанию, к восстанию диаспор, которая срывает наступление Трояна на Персидскую империю. Троян гибнет, и ему наследует его двоюродный племянник Адриан. И вот здесь мы сталкиваемся с Медрашем, даже, кажется, есть несколько Медрашей, которые говорят о том, что Адриан якобы обещал восстановить Иерусалимский храм. По одной версии он обещал это значительно позже, когда в 130 году уже в качестве императора империя совершенно свободна, он посетит Иерусалим. По другой версии он сделал этот ход именно потому, что хотел применить политику кнута и пряника, что усмирить восстание одной только силой все-таки не удавалось. И вот получается, что единственное, что он может предложить восставшим, точнее, главное, что он может предложить восставшим, он понимает, что это мечта всего еврейского народа, что все восстание крутится вокруг этого, пообещать восстановление храма. Медраш рассказывает о том, что в качестве оппозиции выступили шамроним, самаритяне, которые в этот период очень усилились в Иудее. Просто численно из-за сокращения численности евреев в результате войн удельный вес самаритян стал выше, и они играли определенную политическую роль, которой у них раньше не было. И якобы они отговорили Адриана восстанавливать храм. По другой версии у Адриана изначально был хитрый план. Он пообещал это все дело, но потом, зная еврейский закон, я не знаю, на самом деле, был ли он знаком с еврейским законом, он делает хитрый ход, он говорит, да, я не отказываюсь от своего обещания, строите храм, но только не на том месте, где находился прежний. Выберите какое-нибудь другое, а другое это выбрать нельзя. Получилась вот такая вот иезуитская хитрость. Многие сейчас спорят, было это, не было этого, но так или иначе мы видим, что когда хотят умиротворить евреев, предлагают восстановление храма. Каждый раз, как только наступает новая волна гонений на евреев, опять же, что-нибудь связанное с Иерусалимом. Например, в описываемый период еще пока евреи немножко имеют разрешение жить в Иерусалиме. Мало, мало там семей. Живут они в бедности, в тяжелых условиях, но все-таки еще живут. И вот Адриан в 130-м году, совершая поездку по империи, посещает Иерусалим. Надо сказать, что посещает он его вместе со своим фаворитом. Адриан был человеком, как сейчас говорят, нетрадиционной сексуальной ориентации. И на обратном пути этот юноша гибнет. Адриан в честь него приказывает по всей империи устроить траур, везде строить его статуи, и в том числе в Иудее. Мало того, что он вносит в Иерусалим идолов египетских, но еще и обожествленного своего любовника, изображенного в обнаженном виде, какое оскорбление. И в этот же период он принимает новые антисемитские меры. Он запрещает обрезание, он запрещает изучение Торы, и даже есть сведения, что начинаются попытки сжигать свитки Торы. Момент довольно-таки непонятный. Есть версия, что здесь была целая серия и недоразумение, что обещание восстановить храм. Возможно, Адриан что-то говорил об облегчении условий для евреев, но не говорил прямо о восстановлении храма. Но мечта всех иудеев о том, что появится новый царь Корыш, была настолько сильной, что они увидели в этом обещании. И потом, соответственно, были разочарованы, что это не получилось. Такое же непонимание могло произойти с этой историей о запрете обрезания. Потому что есть версия, что римляне просто приняли решение, у них же был культ человеческого тела, так же, как и у греков, приняли решение запретить принятую на Ближнем Востоке практику оскопления и просто запретили любые хирургические операции в этой области человеческого тела. И получилось, что обрезание тоже запрещено, и что Адриан даже не понимал, что это означает для евреев. Вот опять приходит... Это очень интересный момент. Это очень интересный момент. То, о чем вы сейчас говорите, на самом деле, вот эта тема столкновения цивилизации во многом, которая происходит часто из-за того, что нету вообще говоря понимания того, из чего исходит другая цивилизация. И тут интересно на самом деле посмотреть. В каком-то смысле мы можем даже говорить, что римляне здесь, конечно, наследники греков. И это в каком-то смысле столкновение двух ведущих культур, вплоть, кстати говоря, и по сегодняшний день, ведь христианство на Западе принято говорить об иудео-христианских ценностях. Это во многом, будем говорить о нашем конфликте с христианами. Тоже во многом это продолжение конфликта с греками. Плюс еще какие-то дополнительные моменты здесь, которые появляются из того, что христианство это как дочернее предприятие иудаизма. И здесь у нас возникает всевозможные тексты Нового Завета, которые будут интерпретироваться весьма антисемитски, как мы знаем. Очень жесткая критика фарисеев. Парадоксальным образом сегодня многие историки говорят нам о том, что Иисус сам из фарисе. Но если мы возвращаемся к грекам, то здесь действительно на мой взгляд это очень интересный момент для понимания в том числе и современного нам с вами сегодня мира. Ведь во многом каждый из нас это продукт влияния евреев и греков. Причем я даже рискну предположить, что и это не только моя точка зрения, что мы современные евреи сегодня во многом больше греки, чем через популярную культуру, через современную цивилизацию, оно во многом на нас оказывает очень большое влияние. И вот это непонимание, вот это взаимное непонимание. Вот Джонсон, например, в своей книге пишет о том, что греки в принципе, ну мы знаем это не только из его книги, конечно, что греки в принципе были людьми достаточно малотолерантными по отношению к народам, которых они считали примитивными. Все время они столкнулись в лице евреев с достаточно древней цивилизацией, которая древнее греческой цивилизации, но которая при этом живет по своим законам, по своим понятиям и как бы в общем-то существует как-то параллельно греческому миру. При этом они в общем не предприняли никаких усилий со своей стороны как-то эту цивилизацию изучить и понять. И вот это интересно. При этом евреи как раз во многом испытали определенное греческое влияние. Здесь у нас такая смесь любви и ненависти. Мы видим, что еврейские мудрецы берут греческие имена. Мы видим, что Александр Александр Македонский, тот, кто принес греческое влияние и создал вот этот огромный греческий как бы мир на территории Ближнего Востока, воспринимается еврейской традицией очень хорошо. Евреи берут имя Александр. Мы знаем, что греческий язык назван в трактате Мегила единственным кошерным языком, на котором можно читать текст Мегилы, например, Мегила от Эстер. Во всяком случае отношение к грекам достаточно интересно. И тому даже подтверждает, что это два народа, которые самые наглые среди народа. Это евреи и греки. И вот это противостояние, культурное противостояние евреев и греков или, если хотите, традиционных еврейских ценностей, библейских ценностей, ценностей Шема, то, что мы называем Шем, как бы, да, вот это семиты, то, что мы говорим по-русски, потомки Шема. Шем от слова имя, то есть зрив, корень, понимание какой-то вот история София вместо историографии, вместо писательных вещей. А писательные вещи, внешнее влияние, это скорее у нас ЕФЭД. Это культура, которая у нас ассоциируется с Грецией, в улице. И мы видим, здесь такая очень сложная у нас действительно происходит динамика этих взаимоотношений, очень конфликтная. Вот что вы думаете об этом? И как, вообще говоря, это сказывается на вот развитии исторических событий? Я думаю, что в то время это было неизбежно. Это было столкновение двух цивилизаций с совершенно разной основой. Кроме того, это было столкновение подхода рационального, философского и подхода, основанного на божественном откровении. А дальше это уже проецировалось, проецировалось на Азию и на Европу с учетом тех изменений, которые происходили там, с учетом той деградации Римской империи, которая началась, с учетом того, что многие в империи потом примут христианство, но примут сначала очень поверхностно и к тому же великое переселение народов. То есть здесь целый пучок факторов и эти факторы действуют до сих пор. Вообще, даже мне было бы интересно поговорить чуть-чуть позже. Вот был термин, лет 20 назад он был популярен, сейчас он употребляется реже. Иудео-христианский мир, иудео-христианская цивилизация. Вот. Существует она? Существовала она когда-нибудь вообще? Или это фантом, миф? Как складывались отношения между евреями и христианами, и были ли хоть какие-то периоды, когда эти отношения были не антагонистические? Вы знаете, возможно, нам стоит сделать действительно отдельную сессию, где мы поговорим о евреях и христианских взаимоотношениях, включая ранний период, когда христиане были еще еврейскими сектантами и преследовались, скажем так, мейнстрим-евреями, и уже период более поздний, когда действительно христианство становится уже государственной религией при Константине в Римской империи. Тут у нас противоположная динамика, конечно, но, может быть, это стоит действительно подумать об этом, как в отдельной даже с лекцией или в отдельной беседе, когда мы обсудим эту тему, но вопрос у нас сейчас пока формат немножко другого, мы говорим все-таки об истории Иерусалима. Поэтому возвращаемся к истории Иерусалима и как раз-таки сейчас именно эта тема взаимоотношений между еврейской общиной и теми евреями в Иерусалиме, которые крестились. Значит, мы видим, что многое менялось в плане вот этого тяжелого налога, иудейского налога, что при разных императорах христиане то включались в категорию тех, кто должен платить этот налог, то исключались из нее. И, естественно, в те моменты, когда они из нее исключались, происходил все больше и больше раскол, все больше и больше расхождения между традиционным иудаизмом и христианством как еще иудейской сектой. Ведь есть же свидетельство, что все-таки в первые пару веков после появления христианства еще были какие-то совместные молитвы в одних и тех же синагогах, еще в христианстве было очень много разных течений, еще не устоялась единая общехристианская теология, поэтому раскол был, но он был не одномоментный. А вот принципиальное размежевание произошло как раз во время восстания Баркокбе. и связано оно с тем, что, как известно, рабе актива провозгласил Баркокбу Машиахом. И христиане, которые считали, что Машиах, Мессия, уже пришел и другого не будет, этого могли принять уже принципиально. И поэтому они не приняли участие в этой войне. и, собственно говоря, больше мы ничего об евреях, принявших христианство как какой-то силе в Иерусалиме, мы уже больше не услышим. Тема христианства дальше всплывет только при Константине. Вот чем вы это объясняете? Я это объясняю тем, что в Римской империи происходили интересные события. С одной стороны, империя действительно, как вы сегодня говорили, достигла, казалось бы, небывалого расцвета. А с другой началась ее децентрализация. Вот именно из-за того, что постоянно возникали претенденты на престол или какие-то попытки сепаратизма, из-за того, что армии, собственно говоря, римские во многом состояли из наемников, в том числе из тех же самых гуннов, которые, конечно, их легко было переманить на ту или иную сторону. Но, короче говоря, во втором, в начале, в третьем веке Римская империя децентрализуется. Там образуется очень сложная система власти, где есть несколько августов, несколько цезарей. Я сейчас даже не буду в это вдаваться очень глубоко. Константин принципиальный сторонник того, чтобы вернуть единоначалие. И христианство как религия для этого ему очень подходит. по тем же самым причинам, по каким она подходила европейским королям, по каким она подходила российскому самодержавию. Очень удобно вот такое просто разделение ролей. Вот есть церковные иерархи, которые отвечают за свою сторону жизни. Они полностью поддерживают императора. Император поддерживает их. Один император, одна религия. И Константин пытается это сделать. Пытается, правда, в итоге мы увидим, что все-таки его преемникам не удастся это сохранить. Тенденции распада империи были уже слишком сильны. Можно сказать, что христианство в этом смысле пришло слишком поздно. Оно уже не могло остановить распад. Но происходит интересная вещь. Константин понимает, что Рим в силу географического положения больше не может быть столицей империи. Я, пожалуй, сейчас уже уберу вот эту демонстрацию, наверное, достаточно. Да, я думаю, да. Вот. Рим не может быть уже столицей империи. Он переносит империю в город Бизант. Строит там новую свою столицу Константинополь. Но вот есть какая проблема, что у Константинополя нет никакой истории, там нет никаких священных мест, никаких сакральных сооружений. А новому императору, который вообще вводит в империю такие новшества, они требуются. И поэтому Константин обращается к Иерусалиму. если до этого 300 с лишним лет христиане почти не обращали внимания на Иерусалим, о чем мы говорили в прошлый раз, то Константин понимает, что можно извлечь дивиденды. Он отправляет туда группу своих епископов со специальным заданием провести там и археологические раскопки, и исторические изыскания, и найти все те места, которые связаны с христианской версией Иисуса, и его страдания, его смерти, место казни. Потом последующие историки скажут, что все эти изыскания сделала мать императора Константин, императрицы Елена. Но на этот счет есть много сомнений. То, что она приезжала в Иерусалим, это действительно так, но возможно, это было уже после того, как делегация иерархов, посланных Константином, сделали свои изыскания. И на месте вот этих найденных или объявленных найденными мест начинают возводиться церкви, начинают возводиться храмы, возводится храм гроба Господня. Вот, я сейчас, наверное, не буду вдаваться в критику того, что правда, а что неправда, какие места и какие события действительно имели место. Ну, по-видимому, место казни, конечно, перепутать трудно, потому что там не одна казнь происходила. место казни в Иерусалиме, вот это Голгоф. Ну, как вы наверняка знаете, есть и существует альтернативное место Голгофа в Иерусалиме, и вообще среди историков довольно много точек зрения по этому вопросу. Вот, даже поэтому. А что же уже тогда говорить о других местах, связанных с христианской традицией? Ну, по крайней мере, у императора достаточно власти, чтобы все это объявить истиной. И тут получается интересная вещь. Если до этого негативное отношение римлян к евреям было связано вот только с политической борьбой или с борьбой между язычеством и единобожием, то здесь добавляется христианский нарратив. Ведь я хочу сказать, мы сегодня это увидим, что иудаизм в сущности необходим христианству как второе я. Если это спор из-за наследства, из-за того, кто истинный Израиль, то уберите из христианского нарратива иудеев, уберите евреев, и ничего не остается. Это как бы необходимый какой-то контрагент, с которым постоянно имеешь дело. Правда, интересный момент. Вы рода краеугольный камень, на котором все стоит, по сути, да? Да. Но, правда, у нас это тоже есть. Рабами были мы в Египте. Если из нашего нарратива убрать Египет, что будет? Интересный вопрос. Во многом, да. Действительно, мы говорим, что память о выходе из Египта это одна из вещей, о которых мы должны постоянно вспоминать каждый день. Что это, конечно, одна из центральных идей, безусловно, выход из рабства к свободе. Согласен с вами? Вот, ну, хотя можно поспорить, наверное, с тем, что дарование Тора, как продолжение этой идеи, как подлинная свобода, наверное, еще более важная идея, в общем, кульминация и квинтэссенция вот этой еврейской идеи, по сути. Конечно, согласен с вами. Но, так или иначе, при Константине гонения на евреев в Иерусалиме усиливаются, если до этого все-таки при каких-то условиях там иногда были какие-то послабления в плане разрешения молиться на храмовой горе, хотя бы сходить туда, это немножко было, то теперь это запрещено, теперь вводится опять новый налог. Конечно, как только что-нибудь новое, так вводится новый налог. Это налог, который евреи, в том числе евреи Иерусалиму должны платить теперь уже не на храм Юпитера, а на содержание христианских церквей, в том числе в Палестине. Провинция уже называется Палестином. Вот, кстати, это смена названия, название провинции вместо людей Палестина и переименование Иерусалима в Элия Капитолина, то, что было сделано Адрианом, которое, в общем, у нас воспринимается в наших источниках хотя бы правильно упомянули о том, что в более ранний период, возможно, у него были какие-то, наверное, из своих соображений какие-то намерения наладить хорошее отношение. Северим, мы видим, что подавление, очень жестокое подавление восстания Барковбы и все, что с этим связано и гонения, которые беспрецедентны, в общем, для Римской империи. Римская империя достаточно толерантна к религии, правда, гонения, которые происходят после этого, запрет обрезания, о котором вы упоминали, очень больно ударило по иудаизму. И мы знаем знаменитые слова Талмуда о том, что тот самый раби Акива, который, по сути, сознательно идет на смерть, он делает смеху, он занимается рукоположением мудрецов следующего поколения, что, очевидно, тоже было запрещено в то время. И, ну, целый ряд историй, которые у нас есть, связаны с этим очень тяжелым периодом. Вот, может быть, об этом стоит немножко тоже. Мы как-то это упустили. Момент поревнования провинции Иудея в Палестину, тем более, что в современном контексте слово Палестина и Палестинцы, это настолько, как говорят в Америке, loaded word, это настолько заряженное какой-то определенной энергией слово. Мы же с вами, когда будем в эти периоды мандатов, вспомним, что у нас снова появляется Палестина. И Палестина, и палестинцы, кстати, изначально ассоциируются с Еврением. Вот, может быть, немножко поговорить о Палестине и поговорить об Эле Капитолино и о том, какой смысл вообще вот эта топонимика имеет, потому что римляне делают это абсолютно осознанно, на мой взгляд. Римляне действительно старались стереть из памяти все исторические упоминания о еврейской государственности, включая и названия. И имело принципиальное значение для них, что тот город, где был еврейский храм, теперь будет называться в честь их идола. И, кроме того, здесь есть и другая версия. Вообще-то, говоря, Адриан переименовал несколько городов, не только в Иудее, но и в других провинциях. Но все-таки вы правы, действительно, в других провинциях такого желания стереть историческую память о чем-то не было. Более того, там иногда использовалось название Сирия-Палестина. То есть, был, собственно, вопрос, считать ли Палестину вообще самостоятельной провинцией или сделать ее чем-то настолько мелким, что она вообще в составе Сирии. Вот. И, кстати, потом мы увидим, что во времена как раз британского мандата были идеи восстановления арабского государства Великая Сирия, состав которой могла войти Палестина, как хотели некоторые арабские лидеры. Да. История повторяется в таком смысле. История повторяется. Руан, друзья, у нас мало остается времени, я просто хотел сегодня рассказать еще вот об одной исторической фигуре. Юлиан Отступник. Юлиан Отступник. Я угадал? Да. Понимаете, чем интересно? Вот что интересно. Действительно, христианам для самоидентификации необходимы евреи. Получается так. Но когда кто-то начинает бороться с христианством, по крайней мере, в то время, вот в этот римский период, то он тоже обращался к теме евреев и тоже обращался к теме Иерусалима, только совершенно по-другому. Значит, этот Юлиан довольно интересный человек. Он вообще вырос не в Риме, он вырос в Северной Европе уже в тот период, когда христианство стало государственной религией. Его воспитателем был христианин Евсевий. Но Юлиан с молодых лет был приверженцем греческой религии, греческой культуры, всего греческого. У него была очень интересная вообще иерархия. Он ставил на первое место язычество, как самую высокую религию, на второе место он ставил еврейскую религию, при этом он считал, при том, что он хорошо знал Танах, между прочим, по крайней мере, он его читал. Но у него была идея, что иудаизм, сейчас все удивятся, что это то же самое язычество, разновидность язычества, просто евреи так увлеклись поклонением своему национальному богу, что забыли поклоняться всем другим богам, а так большой разницы нет. И ниже всего христианство, его иерархия. Казалось бы, вообще очень странно. С другой стороны, евреям он симпатизирует. Почему он их симпатизирует? Потому что с какими евреями он сталкивался? Он сталкивался с такими кружками изучения Торы вокруг каких-то мудрецов, которые уже возникали в Европе. И ему это очень напоминало его любимые кружки греческих философов. Вполне уважаемые, вполне достойные занятия. Разницы между тем и другим он не видел. Тут, кстати, стоит отметить то, о чем пишет Осиф Лай, то, чего сегодня многие не очень понимают в контексте последующих христианских гонений. Мы видим, что это возможно одна из причин такого быстрого распространения христианства по империи, что было очень большое количество симпатизировавших иудаизму до разной степени. И мы можем говорить сегодня по оценкам некоторых историков, чуть ли не 20% Римской империи в той или иной степени были охвачены этим движением. И то, что сегодня можно назвать действующие, когда женщины зажигают свечи, об этом писал Ювенал, например, об этом писали такие люди как Цицерон, они это высмеивали, так сказать, то, что империя, которая победила в войне, в Великом Восстании, в итоге как бы побежденные навязывают свои законы победившим. Я не помню точно, чья это фраза кого-то из великих римлян того периода. И вот это, наверное, проливает определенный свет понимания того, насколько распространен был иудаизм в той эпохе, и было большое количество проповедников. Вот. А почему Юлиан так не любил христианство, ну, вообще-то вопрос спорный, есть много версий, но, скорее всего, вот я склонен верить тем объяснениям, что он просто был человеком глубоко чувствующим, и он видел прекрасно, что верхушка аристократическая римская империя приняла христианство исключительно поверхностно, а по сути ни жестокость, ни отношение к рабам, ни время препровождения, ничего не изменилось. Вот, и он видел в этом какое-то лицемерие просто, он, это был его личный бунт против лицемерия. Вот, но смотрите, что он делает. Два письма я хочу показать, точнее, сначала я расскажу о письме, которое он пишет христианской общине Александреи. У него очень интересная логика, он их упрекает в том, что они приняли христианство. И логика у него такая. Вы потомки греков, эллинов, ваши предки завоевали Египет, то есть они выше Египта. Евреи были рабами египтян. Христиане секта отколовшаяся от евреев. То есть совсем уже низко, все ниже, ниже и ниже. И как же вам не стыдно, всю религию вы принимаете? Вот, кстати, тот самый аргумент насчет победителей и побежденных. Любопытно, да? А сейчас я вот открою письмо, которое написал Юлиан еврейское общение. Так, возвращаюсь сюда. Так, что там не получилось? А, вот, сейчас сюда. Да, нажми на share, на зеленую кнопку share. Вот. Да, сейчас увидим. Да, видим. Зачитываю специально письмо императора Юлиана к общине иудеев. Несомненно, что до сего времени наиболее изнуряющей частью наложенного на вас ярма рабства было постановление, о котором не объявляли, но по которому вы должны были выплачивать несказанное количество золота в государственную казну. Множество подобных глумлений над вами я и сам видел, про другие же узнал из записей, которые были подготовлены по вашему поводу. Что касается меня, то я отменил налог, который был наложен на вас, и таким образом остановил нечестивую попытку злословия. Как видите, он еще говорит не только о материальных вещах, но и о злословии, имея в виду христианские нападки на евреев. «Я собственными руками предал огню те записи, которые обнаружил в своем хранилище для документов, чтобы более никто не смог бы направить жало этого нечестия против вас. Настоящей причиной всех этих постановлений был не мой преснопамятный брат Констанции Константин, но скорее те, кто столовался у него, имея помыслы варварские, а души безбожные. Этих я собственными руками погубил, бросив их в темницу, так, чтобы даже память об их падении не осталась среди нас. И поскольку я желаю, чтобы ваше благоденствие было еще большим, я обещеваю моего брата Юлия, почтеннейшего патриарха Настин, Гелеля Второго, чтобы сбор подати, апостольской подати, подати в пользу христианских храмов, которые, говорят, существуют у вас, был прекращен, и чтобы никто больше не имел возможности налагать на ваш народ несправедливые налоги. И потому повсюду, где действует моя власть, вы можете оставить свои заботы. А потому, наслаждаясь миром, вы сможете обратить еще больше усердных молитв за мое царствование к всемогущему Богу-создателю. Обратите внимание, здесь он говорит о едином Боге, хотя он сам сторонник язычества, который почтил меня тем, что увенчал короной своей незапятнанной десницей. Ведь это заложено в природе. Если люди погружены в заботы, то и разумы их скованы, и они не имеют стремления молитвенно возносить руки. Те же, кто всецело свободен от забот, могут возрадоваться всей душой и возносить молитвы о здравии государя к Всевышнему. вам не напоминает эта идея народа священников? Очень интересно. Очень интересно. И вам следует это делать, дабы после того, как будет успешно завершена война с Персией, я приложил усилия, чтобы восстановить и наполнить людьми святой град и Иерусалим, каковой вы столь долго желали видеть населенным, и чтобы мы с вами в нем восславили во Вседержителя. Ну, прямого упоминания о храме здесь нет. Уникальный совершенно текст, вы знаете, никогда не читал ничего подобного. Это, в общем-то, особенно учитывая, что часто Юлиана, ну, в еврейских источниках, конечно, его воспаляют, но в общей истории под влиянием христиан его называют Юлиан-отступник, и обычно его рисуют достаточно с таких негативных позиций, но тут действительно вы правы, интересно как раз вот это понимание роли евреев как народа священника, и это, по сути, если хотите, в общем-то, то, та идиллия, которую рисуют нам мудрецы, когда они говорят о том, что в будущем народы мира будут исполнять функцию, если хотите, преобразования мира физического и материального, еврейский народ, преобразования мира прежде всего духовного, и не будет войн, не будет насилия, и вот это будет такой вот паритет, если хотите, такое состояние взаимного уважения и гармонии, при этом евреи исполняют функцию народа священника, действительно, и это во многом идея о том, как написано у нас, как трактуют мудрецы, что благословит Всевышний Ефета, и будет он сидеть в шатрах Шема, Шем, семита, еврейский народ, Шем это имя, взрыв корень, это познание вещей внутренних, благословение Ефета, Ефета он расширяет, со словом Яфта Лукини Фет, то есть он как бы даст ему возможность расширяться, это та самая культурная экспансия, если хотите, греческого мира, которую мы, кстати, наблюдаем по сегодняшний день в лице Запада, и здесь вот это понимание того, что все-таки источник духовных ценностей, ответственны за него еврейские народы, мы должны эту роль нести в качестве народа священника, удивительный, исключительный, интересный текст. Да, то есть, несмотря на то, что у Юлиана, конечно, полная каша в голове, он попытался даже подумать только, он попытался составить этический кодекс язычества, этический кодекс языческой религии, то есть языческая религия сама по себе, понятие этика из греческой культуры отчасти, из греческой философии, но идея соединить этику с религией, это, конечно, идея еврейская, мораль с религией, вот, но я хотел обратить внимание на упоминание войны с Персией, все-таки Юлиан был политиком, он хотел повторить то, что не удалось Трояну, он помнил, что... Персия на тот момент это то, что мы называем Парфяне, Парфянская империя, Парфяне, да, которым оставалось существовать совсем недолго, скоро уже придут арабы, вот, и, конечно, ему не хотелось никакого еврейского восстания диаспоры у себя в тылу, такое соображение тоже, безусловно, было. В политическом моменте, более, что мы знаем, когда персы, да, придут в Иерусалим и завоют его, евреи активно поддержат и будут очень против византийцев, против христиан, и обе эти истории закончились, к сожалению, для евреев очень грустно. Юлиан погиб в этом походе и его преемники, которые возвратились к христианству, мстили евреям уже с удвоенной жестокостью, теперь еще обвиняя их в нелояльности, в том, что они пошли за Юлианом. И когда в 614 году как раз персы, вот то, что вы сейчас упоминали, ненадолго завоюет Иерусалим, они тоже будут заигрывать с евреями и тоже пообещают восстановить храм. И тоже, когда они будут отброшены, то на евреев обрушится новое гонение. Вот, собственно говоря, про римский период, это вот в основном все, что я вот сегодня хотел сказать, до Байфора мы не дошли, но мне кажется, интересно ведь получилось. Вы знаете, я честно вам скажу, я узнал очень много нового интересного лично для себя, и я немножко предполагал, что вряд ли мы дойдем с вами до Байфора, тем более, что, наверное, тут нужно затронуть еще ряд интересных тем перед декларацией Байфора. Мы сегодня вскользь упомянули о том, что декларация Байфора помимо политических интересов Британии еще и связана с такой интересной темой, как христианский сионизм, и может быть, мы с вами поговорим немножко в контексте вот с одной стороны христианского сионизма, позитивного отношения к христианам, с другой стороны попыток обращения в христианство в Иерусалиме, которые начались в 19 веке, второй половине 19 века, и вот через это, может быть, мы с вами подойдем уже к британскому мандату и к истории, которая происходит там, тем более, что мы опять же затронули, как мне кажется, сегодня одну тему, тему, насколько, вообще говоря, насилие дозволено, и насколько оно правильно в конфликте за независимость, в желании отстоять свою независимость. Эта тема у нас тоже позвучит в эпоху британского мандата, у нас будут разные организации здесь, и будут разные подходы, и, возможно, об этом стоит вообще отдельно поговорить, отдельно эту тему затронуть. Я вам очень благодарен за очень интересную презентацию, за интересную тему. Я вам очень благодарен. И я думаю, что мы с вами откроем сейчас, так сказать, откроем микрофоны всех присутствующих, каждый, кто хочет что-то сейчас сказать, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы или какие-то комментарии. Я со своей стороны хочу сказать большое спасибо Григорию за очень интересную презентацию. Григорий, вам спасибо огромное за все. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Большое спасибо за очень интересную лекцию и диалог. Вопрос к обоим, к Рувену и Григорию, я не знаю, кто хочет первым, будет ответить. Есть ли какие-то документы, свидетельства, почему происходил процесс перехода от религии, скажем, языческой, греческой или римской версии к монотеизму, к иудаизму, например? Были ли какие-то причины философские, что люди понимали, что есть единое начало, как бы у природы есть законы, и они имеют единый как бы источник? Или были какие-то, может быть, политические причины, по которым было удобнее объединить в религию монотеизм для удобства управления? Или, может быть, какие-то другие причины? Если я правильно вас понял, Даниил, вы говорите о римском периоде. То, о чем переход Римской империи переход Римской империи к монотеизму, к христианству. Какие были причины? Есть ли об этом какие-то записи? Я думаю, что Григорий, как профессиональный историк, знает намного больше об этом, конечно. Ну, вообще, документов есть, конечно, очень много о том периоде. Но, в принципе, и так мы можем увидеть тенденцию. Монотеизм постепенно развивался не только в Римской империи. Я не знаю, Руеван, вы согласитесь со мной, что зороастризм это все-таки тоже был немножко шаг к монотеизму? Ну, безусловно, так. Хотя зороастризм принято считать религией, в которой два божества. Мы знаем одно божество добра, другое божество зла, которое происходит в этом вечном конфликте, и человек должен выбрать сторону добра. То есть тут, конечно, если мы оценим с вами монотеизм не только с точки зрения того, что это один бог, а также с точки зрения некой этики, понимания того, что мы стремимся к реализации определенного этического совершенства в мире, то, конечно, зороастризм это колоссальный шаг к монотеизму. Безусловно. Вот, то есть, спасибо. По-видимому, с одной стороны, была в мире уже вот эта тенденция, и не случайно, буквально через несколько веков появляется ислам, а с другой стороны, просто... Зороастризм вы упомянули в контексте парфян, я правильно понимаю, да? Да. Да. Я просто... Государственная религия... Государственная религия... Просто охватываю карту мира. Да. Государственная религия на тот момент другой очень большой силы, где проживало большое количество евреев, кстати говоря, и мы знаем, что Вавилон остается еврейским центром весь период эпохи второго храма и вплоть до исламских времен. Более того, между прочим, если вернуться к восстанию и диаспорту, когда я сам о нем перечитывал вот в последние дни, то попалась одна фраза, вы ее даже можете найти в Википедии, что после подавления этого восстания евреи перестали быть крупнейшей этнической группой Междуречия. Ничего себе! Значит, до этого были? Да какое же тогда они оказывали влияние на окрестные народы? Это очень интересно. Вот. А что касается вообще самих римлян, в общем-то, есть много свидетельств, и многие писатели об этом пишут, даже необязательные историки, даже канандой, о том, что римская знать, по крайней мере, образованные люди, уже давно не воспринимали всерьез всю эту мифологию и весь этот пантеон. А произошло там следующее. По мере того, как в Римской империи, Римская империя становилась все более тиранической, исчезало, так сказать, пространство, как сейчас бы сказали, для гражданского общества, так больше начинался поиск какой-то духовной, самовыражения в какой-то духовной сфере. И вот это язычество не давало простора для этого, а давало как раз монотеизм. Иудаизм, по-видимому, был слишком сложен все-таки для восприятия. Этот процесс, наверное, начался даже раньше. Мы видим у греческих философов, в принципе, похожего рода понимание вещей тоже, которые, в общем, были весьма далеки от язычества того времени, правда? Да, но там все-таки и христианства тогда еще не было, и, по-видимому, по особым таким национальным соображениям все-таки враждой еврейской, греческой, не могли греки просто принимать иудаизм. В Римской империи это было распространено гораздо больше. Вот я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос? Ну, насколько-то да. То есть, я так понимаю, что письменных свидетельств, каких-то эквивалентов типа Кузари, но только для римского периода, там никаких нет, где кто-то рассуждает на эти темы, да, это ваши просто домыслы, что могло... Нет, вы знаете, на самом деле есть и очень много, я просто не могу вам вот сейчас вот сходу прямо назвать, но, во-первых, это рассуждение римских историков того периода, хотя доверять я бы стал только историкам все-таки языческого периода, потому что после признания христианства официальной религией, уже они писали то, что им прикажут, и особенно в Византии. А вот, может быть, более интересны споры между руководителями разных направлений в христианстве, в частности, письма Оригена, там, письма Ария, и все вот эти вот споры, которые велись в христианском мире, хотя они вроде бы велись, это были чисто какие-то теологические споры насчет природы их бога и так далее, но в них затрагивались вопросы распространения религии в империи, тем более, что, собственно говоря, это было главной задачей всех христианских миссионеров. Конечно, они это обсуждают. Спасибо. Но они это обсуждали, то есть, они это обосновывали просто тем, что их религия правильная, так сказать, учение маркса все сильно, потому что оно верно. Да, понимаем. Спасибо. можно? Пожалуйста. Это не вопрос, я просто, у меня нет слов, я просто омон, омон, тогда ровен, для Григории. Спасибо большое, столько информации, просто, просто кладись. Спасибо большое. Мне самому очень понравилось, было, по-моему, очень интересно, увлекательно, большое спасибо. Это даже не то слово, что интересно, это просто переворачивает менталитет, это есть о чем задуматься. Факты исторические, которые приводят Григория, это вау. Я не знаю, сколько слов. Спасибо большое. Согласен, абсолютно с вами. Спасибо большое вам всем, друзья. Ревен, спасибо вам огромное. Просто огромное. Спасибо за прекрасный, прекрасный диалог, вот этот формат, который у нас с вами был, и я думаю, что мы с вами будем, конечно, продолжать в этом формате, с Божьей помощью, в следующий вторник. И, ну, мы примерно с вами озвучили тему, мы, я думаю, с вами еще поговорим более подробно. Тема, предшествующая британскому мандату, может быть, первые годы мандата, и, наверное, раз мы сегодня затронули уже немножко тему христианского сионизма, она будет довольно интересна в контексте того, что там происходило с декларацией Пальфоро, с одной стороны, и с другой стороны, попытки христиан перед образованием, перед уже британским мандатом, еще в эпоху конца 19 века, первые попытки, так сказать, использовать свое влияние в Иерусалиме с целью обратить евреев в христианство, там тоже довольно интересные вещи у нас будут. Я думаю, что вот, может быть, об этом периоде. Конечно, там много о чем есть поговорить, там много чего приписывают Наполеону, хотя, может быть, не совсем обоснованно. В общем, я с нетерпением буду ждать следующего вторника. Взаимно. Можно еще начать, и спасибо. Да, пожалуйста. Рубин, я просто хотел сказать, что сейчас вот вы сказали, вот эти темы, вау, это требует отдельного осмотрения. Каждая тема, которую вы сказали. Тем более, что у нас очень мало почему-то говорят о христианском сионизме, хотя это достаточно интересное, в общем-то, но вы же знаете интересное движение. Вы знаете почему. Да, ну, конечно, конечно. Я вижу, на чате нам написали, сейчас секундочку, я только прочту, что нам написали на чате. Возможно, это вопрос, возможно, это... А, нам просто написали большое спасибо из Украины за прекрасный полезный урок. Спасибо вам. Спасибо вам, как всегда, за поддержку. Можно задать вопрос наперед на следующие лекции. Если мы посмотрим как бы на спираль человеческого развития, то многие темы возникают потом снова и снова как бы вот в этом дискурсе, так сказать. И, например, вот вы упомянули Наполеона, его как бы подход был, что христианство ограничивает развитие общества, он его отменил, как бы, или, в общем, заменил, что также произошло с фашизмом итальянским, потом с немецким, когда они считали, что христианство это как бы стало стопором на пути развития общества. и в некотором смысле вернулись как бы к идее политеизма, да, и поганизма. Вот, может быть, интересно было бы услышать ваше мнение на эту тему, когда вы будете говорить о более современных периодах, потому что эта идея монотеизма и политеизма, она возникает много раз в истории и каждый раз меняет немножко позицию, что является более продвинутым как бы с точки зрения развития общества и более освобождающим. Интересно. Я это учту обязательно. Тут, конечно, вопрос, является ли политеизмом то, что вы называете политеизмом, или это что-то другое, но это, конечно, в следующий раз... Неоязычество? Ну, у нацистов, наверное, это было неоязычество. Вопрос, как мы это все связываем с контекстом Иерусалима. Кстати, вы знаете, что очень интересно, ведь были и нацисты, в том числе, в период британского мандата в Иерусалиме, есть знаменитые фотографии в центре Иерусалима с нацистскими флагами, со свастикой. Это, кстати говоря, тоже довольно интересная тема, да? Мы знаем, что англичане в итоге высылают их, высылают их в Австралию. Там тоже есть довольно интересные моменты. Ну, вот, например, Наполеон, как бы, своей декларацией эмансипации евреев, как бы, предоставлением прав, именно делал это в пику христианской церкви, как бы, отменяя ее и превращая церковь в конюшни, он демонстрировал тем, что церковь, как бы, это стопор человеческого прогресса на тот момент, как бы, в Европе. И он был с нашей точки зрения, как бы, сторонником прогресса, по крайней мере, с точки зрения равноправия, как бы, граждан во Франции, правильно? И предоставление евреям его встречали чуть ли не как Машииха в этом смысле. И, кстати, интересно, у хасидов есть такие, как бы, темы, и Медрашим на тему о Наполеоне. Вот, и это интересная тема, как вот, этот диалог монотеизма и политеизма, он с разных сторон наступает с точки зрения, кто предоставляет обществу больше свободы для развития. Знаете, у нас, наверное, уже время выходит. Я только могу сказать... Я думаю, что, да, мы, конечно, учтем все пожелания. На самом деле, нам, я думаю, действительно надо уже заканчивать. Мы уже из серии «Наше время истекло». Пожелания мы, безусловно, учтем. Я думаю, что мы с Григорем еще обсудим более подробную тематику в следующей лекции. Ждите нас в наше время во вторник. Это у нас час дня по Нью-Йорку Eastern Standard Time. Восемь часов вечера, соответственно, израильское время. Еще раз всем огромное спасибо. И, опять же, я думаю, что вы можете писать на Лельмод, если у вас будут еще какие-то пожелания в отношении наших следующих лекций. Большое спасибо всем. И я думаю, что вы хотите перестать. Продолжение следует...